Яркий цвет, нежный аромат. Эти убийцы знают, как маскироваться. С древних времен растения использовались как источник пищи, их плоды и некоторые листья. До технологического развития человеку приходилось различать полезности каждого, экспериментирующего с самим собой и подвергать риску свое здоровье. А иногда и собственную жизнь, поскольку употребление в пищу некоторых растений может быть смертельным для людей. Растительность загадочна. Самые опасные и смертоносные виды могут быть спрятаны за красивым и нежным цветком. А с другой стороны, некоторые его части могут быть чудесными, ключевыми составляющими выживания. Филодендрон. Это одно из самых популярных комнатных растений, так как оно привлекательно и легко выращивается. Неизвестная проблема этого растения в том, что оно содержит кристаллы оксаланта кальция, которые токсичны для людей и животных. Прием филодендрона вызывает у людей дерматит, отек рта и пищеварительного тракта. У кошек и собак его действие может быть серьезным и вызывать спазмы, судороги, боль и отек. Селидония большая. Обитает это растение в сухих и затененных местах. Его научное название – хелидониум – означает «маленькая ласточка», так как период цветения совпадает с прилетом этих птиц. По этой причине он также известен как «херба делос голандринос» или «галандринера». Это растение может вызывать наркоз, паралич чувствительных нервных окончаний, брадикардию и столбнячные контрактуры. Его постоянное введение считается канцерогенным. Лилия. Это травянистое растение происходит из арабских стран. Но его распространение позволяет нам найти его на остальных континентах мира. Хотя оно используется в качестве местного лекарства, хотя оно используется в качестве местного лекарства для лечения язв, фурунклов, ожогов, раздражений, ран и воспалений, оно чрезвычайно опасно для животных, поскольку их прием может быть смертельным. Фактически без немедленного лечения в первые часы после употребления существует более 50% шансов, что животное не выживет. Бонетеро. Это листопадный кустарник высотой от 2 до 3 метров, который обычно обитает на свежих и глубоких почвах. Его продажа запрещена из-за его основного действующего вещества – эванина, который вызывает желудочно-кишечные колики своим мощным очищающим действием. Кровавую диарею, общую слабость, галлюцинации, судороги, потерю сознания и синкопию, которые могут привести к смерти. Флорипондио или ангельская труба Флорипондо распространился по всей Латинской Америке и Европе и с незапамятных времен использовался в качестве галлюциногенов. Это небольшое деревце с продолговатыми цветами – от 18 до 23 см в длину. Он содержит тропические алкалоиды, такие как скополамин, который используется в лекарственных формах от болезней Паркинсона. Передозировка этих соединений может привести к параличу, психозу, галлюцинациям, а также к смерти. Тартаго Хотя его точное происхождение неизвестно, считается, что это растение происходит из Средней Азии и Китая. И теперь оно широко распространено во всем мире. Его семена используются как слабительные – как в медицине, так и в ветеринарии. Стартаго следует проявлять особую осторожность, так как это растение также является абортивным. Оно может отвергнуть беременность и может вызвать смерть. Самец аристолохии Считалось, что его семена успокаивают симптомы эпилепсии, а также разрушают чары, которые мешали мужчине заниматься сексом с определенной женщиной. Имея более стабильную научную базу, известно, что оно растет с февраля по июнь в районах, близких к уровню моря, на высоте до полторы тысячи метров. В Испании он присутствует на разных территориях. Особенность, которая делает его очень токсичным и раздражающим – это аристолоховая кислота, которая в больших дозах может вызывать паралич дыхания. Трава нищего Эту пряность в народе называли травой для попрошаек, потому что нищие натирали себя растением, чтобы вызвать раздражение, и таким образом привлечь внимание и передать печаль при попрошайничестве. Распространен по всему Средиземноморью, Западной и Центральной Европе. В Испании это вьющееся растение очень распространено в районе Астурии и части Лиона. Токсин, содержащийся в растении, протоанимонин, может вызывать генерализированную интоксикацию из-за его абсорбации кожным местным путем. При попадании внутрь он вызывает гастроэнтерит с диарейными излияниями, тошноту, повреждение почеки, даже смерть от паралича дыхания. Экстрамоний Обладая галлюциногенными свойствами, это ядовитое растение естественным образом растет в теплых регионах по всему миру. Это универсальное растение, которое можно встретить на берегах рек, в конюшнях, на возных кучах или на свалках, способно адаптироваться ко всем типам почв. Токсичные вещества, характеризующие его, тропические алкалоиды, атропин и скополамин. В больших дозах они могут вызывать агрессивное поведение, кому и даже смерть. Их ассоциация с вуду и колдовством. Это происходит потому, что шаманы курили его листья вместе с табаком, чтобы войти в транс. Небольшой дозы в 4-5 граммов листьев достаточно, чтобы убить ребенка. Цикута растет во влажных и прохладных условиях. Берега рек, ручьи, края дорог и полей. Оно родом и из Европы, и Северной Африки. Этот инвазивный вид, который может вырастать до 2 метров в высоту, содержит в себе токсичные вещества, такие как цикутин, который подавляет работу центральной нервной системы, вызывая так называемый цикутизм, цианоз, медриаз, судороги и кому. Он начинается с головокружения, головной боли, снижения температуры тела и снижения мышечной силы, заканчивающейся параличем. Чтобы убить человека, нужно всего несколько граммов его зеленых плодов. Самым известным историческим деятелем, который умер после того, как в суде приговорили его к тому, чтобы выпить стакан боли-голова, был философ Сократ в 399 году до нашей эры. Солодка американская. Абрус прекаториус. Это разновидность вьющейся лианы, родом из Индии и Индо-Китая, которая может достигать 5 метров в длину. Его цветки сгруппированы в группы и розовые или красновато-пурпурные. Токсин, который делает это растение одним из самых опасных, это абрина, качество которой предотвращает синтез белков с поразительной скоростью. Одна молекула абрина может парализовать до 1500 рыбосом в секунду. И в 75 раз опаснее рицина. Токсичное вещество – рицин. Чтобы убить человека, нужно всего 3 микрограмма этого вещества. И, что любопытно, все растение токсично. В древности это растение использовали как абортивное средство или для уничтожения кишечных паразитов. Белладонна. Этот красивый кустарник произрастает в Европе, Северной Африке и Западной Азии. Это одно из самых известных ядовитых растений от Древнего Египта до Средневековья и до наших дней. Именно древние египтяне несли ответственность за пропаганду его использования в качестве сильнодействующего наркотика. Токсины, ответственные за его действия – это атропин и скополамин. В неправильно введенных дозах он может повлиять на нервную систему, парализовав даже нервные окончания непроизвольных мышц тела, таких как само сердце или кровеносные сосуды, что может привести к коме или смерти. Низкие дозы могут вызвать бред и галлюцинации. Высоких доз от 10 до 20 ягод более чем достаточно, чтобы убить человека. Аконит обыкновенный – Аконитиум напеллс. Это травянистое растение, также известное как металлобос или шлем дьявола, происходит из горных районов северного полушария планеты. Это очень ядовитое растение, считается самым токсичным в Европе, потому что оно содержит аконитин – один из самых активных и токсичных алкалоидов, который при легком контакте может замедлить сердце до смерти. И всего 1 миллиграмма этого растения достаточно, чтобы убить взрослого человека весом 80 килограммов. Симптомы, возникающие после прикосновения к акониту или его приеме внутрь, включают ожоги во рту, слюноотделение, рвоту, диарею, проблемы с сердцем, кому и смерть. Олеандр, также известный как лавр цветка или тринитария, это кустарниковое растение среднеземноморского происхождения и, следовательно, устойчивое к засухе. С ярко-зелеными листьями – листья, цветы, стебли, ветви и семена которого очень ядовиты. Следовательно, он также известен как самое ядовитое растение в мире. Он занимает второе место из-за своего мощного яда, содержащего несколько токсинов. Например, олеандрин, действующих на сердце. Ошибочное употребление этого растения вызывает тошноту, рвоту, головокружение, дефекацию, возбуждение, депрессию, судороги, аритмии, тахикардию и, наконец, остановку сердца. Исторический факт. Во время войны за независимость Испании 1808 года взвод солдат Наполеона остановился, чтобы поджарить мясо на олеандровых кольях, найденных вокруг временного лагеря. В результате 8 солдат погибли, а четверо других были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Если вы когда-нибудь задумывались, почему курение так вредно для вас, вот наш ответ. Табак содержит никотин и анабазин, два алкалоидных токсина, которые могут быть смертельными при проглатывании. Табак, пожалуй, является наиболее широко потребляемым токсичным веществом в мире. Ущерб от него трудно описать, а масштабы ужасают. Ведь его можно смело назвать одним из самых разрекламированных ядов. А какое опасное растение знаете вы? Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!